Новости о трудностях банка и неизбежности проведения процедуры его финансового оздоровления появились в прессе в конце 2014 года. На фоне этой информации многие вкладчики приняли решение забрать сбережения. Ажиотаж вызвал в отделениях большие очереди. Сейчас проследите, я буду получать, вы дадут ли мне все деньги. Потому что тут типа записи выдавали. Люберецкие клиенты траста говорят о том, что вынуждены стоять в очередях часами. По их словам, получить деньги очень сложно. Вот муж у меня парализованный, стоит в очереди. Это сколько? Мы уже простояли. Не могли бы вы ему помочь. Мы простояли уже вот с 10 часов. Сотрудники банка на все претензии отвечают, что средства выдаются по предварительному заказу. Люди приходят несколько дней подряд. По заказам выдаем дружбу средств. Вот я слышу. То есть денежных средств нет? Достаточно в количестве? Вам нужно было прийти позавчера? Да. Они мне ровно так же и отвечали, что денежных средств нет. Они весь декабрь только отвечали. Конец декабря. Денег нет? Денег нет. Мы связались с руководством банка Траст и изложили ситуацию. В отношении банка Траст введена процедура финансового оздоровления, которая по решению АСВ и Банка России будет осуществлять крупнейшая частная банковская группа России и ФК «Открытие». Для клиентов это хорошая новость. При финансовом оздоровлении банк продолжает работать. Все вклады сохраняются в полном объеме, как и проценты по ним. Выделяемая сумма 127 миллиардов рублей достаточна для решения выявленных у Траста проблем. Уже сейчас банк работает в обычном режиме, выполняя все обязательства перед клиентами. Ксения Бронникова, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение.